Здравствуйте! В эфире Алиса Юркова и программа «Реальная любовь». Это программа об интересных людях и их реальной жизни. И сегодня у нас в гостях Арина Кошкина. Привет, Арина! Арина, мало того, что молодая мамочка, так еще и основатель онлайн-платформы Бифо. Бифо – это платформа для молодых мам и специалистов, которые могут помочь мамочкам в непростой период декретного отпуска. Арина, мы с тобой земляки, и я хочу начать с вопроса, как ты оказалась в Петербурге из Владивостока? Это большой путь, половина земного шара. Как ты оказалась здесь? Да. На самом деле, я грезила Петербургом, когда была маленькая. И я училась в художественной школе, и я знала, что есть такой город на Неве, и мне хотелось сюда приехать. И у меня переехала лучшая подруга. И в момент, когда я ее посетила, я поняла, что это город моей мечты, моей любви. И, переехав сюда, все начало так хорошо складываться. Город принял. Да. А Петербург у него вообще такая очень интересная энергетика. Он тебя либо принимает, либо нет. Вот моя структура очень близка Петербургу. Ну, ты же знаешь, что Владивосток и Петербург – это города-побратимы. Ну, я слышала, но для меня это совершенно… Говорят, что очень схожий менталитет. Ну, если честно, для меня это совершенно две разные энергетики. Потому что Владивосток, он более такой легкий, а Петербург, он должен принять. Владивосток все-таки принимает намного легче. А Петербург, у него своя структура. И чтобы здесь быть, нужно, ну, встраиваться в нее. Ну, хорошо. Ты переехала сюда в подростковом возрасте наверняка с кем-то из родителей. Да, да. И что ты здесь делала? Чем занималась? Я училась в школе, потому что это был возраст школьный. И я сначала училась в одной школе, но поняла, что мне этого недостаточно, потому что у меня был достаточно такой творческий, ну, скажем так, потенциал. И, ну, я нашла лицей при Мухе и поступила туда. И тогда началась моя такая творческая жизнь, которая до сих пор длится. Так, ну, хорошо. А все равно азиатский менталитет, он другой. Другой, да. Ты же другая. Да. Мало того, что я училась в Азии. Вот расскажи о том. Да. Я попала... Мой момент обучения совпал на такое... Скажем так, я училась в Китае и Сингапуре, и момент обучения совпал на момент развития интенсивного Китая. И в момент моего обучения туда сливался весь интернационал со всего мира. И у меня была возможность познакомиться с этими людьми, которые там из арт-индустрии, из дизайна. То есть это был такой... В свое время Нью-Йорк был таким магнитом, а на момент моей учебы Шанхай был таким магнитом. Сейчас, ну, в связи с экономикой все очень меняется. Но я попала в тот момент, как бы, он, может быть, закончился, да? Сейчас. Сейчас, да. Но люди, ну, как бы, по всему миру остались. Они разъехались, но при этом мы, ну, захороняем такую дружескую связь. У тебя же была уникальная стажировка. Да, у меня была стажировка в Сачи-Ин-Сачи. Это рекламное агентство, в которое я мечтала попасть, ну, с момента обучения. Потому что есть такие мечты у креативных людей. Это компании BBDO, Сачи-Ин-Сачи. И, ну, придя туда с портфолио, ну, у нас был такой момент, когда нужно было найти стажировку. Мне не составило труда остаться в этом агентстве. Вот. И это был такой интересный опыт. Что тебе это дало? Да. Но на самом деле я полностью после этого, я полностью изменила свой ориентир. Я поняла, что я не хочу быть в рекламной индустрии, потому что это такая, скажем так, машина по высасыванию человеческого ресурса и энергии. Вот. Ну, то есть это такие большие имена, в которых... Особенно, наверное, азиатские. Азиатские, да. Азиатские. Ну, то есть ты спишь за рабочим местом, живешь, ешь, и... Да. И я рада, что в юном возрасте мне дали возможность посмотреть. Что случилось потом? У тебя такой был пик карьеры, планы. Да. А потом я возвращаюсь в Петербург и начинаю со стажировки, потому что музей современного искусства ир-арта, и мы с ребятами делаем видеоотдел. Мы начинаем снимать тизерные ролики, интервью. То есть мой опыт, который я получила в Азии, я смогла реализовать здесь. Мне очень нравилось, но мне хотелось еще больше, скажем так. И я переезжаю в Москву и узнаю о беременности. Вот. То есть на пике, да? На взлете? Да. Я понимаю, что я... Причем меня так отправляют из музея. Все говорят, мы ждем твоих работ. Ну, потому что мы сделали такой... Сейчас, может быть, смешно смотреть на эти ролики, но в тот момент, для моего возраста, это было такой... О каком возрасте мы сейчас говорим? 22 года. Тогда это было 22 года. В таком юном возрасте ты понимаешь, что станешь мамой. Как ты приняла эту новость? 23. Я растут от мамы. У тебя был шок, радость, крушение надежд или что? Если честно, у меня был шок. И я, ну, так... Ну, у меня была такая, скажем так... Я потом уже начала изучать перинатальную психологию и проходить все свои периоды. И у меня была, скажем так, неосознанная беременность, потому что я была психологически полностью не готова. То есть мои ориентиры жизненные, они строили совершенно по другому вектору. И беременность, ну, поставила некие ограничения. И я помню, что я сидела дома, и мне казалось, что мир кружится, а я просто... Без тебя. Без меня, да. Да. И я, как бы, можно сказать, пропала для всех на какое-то время. И, ну, вот только сейчас я позволила себе, ну, скажем так, восстановиться. Да, и... И родился проект? Да, проект, да. Родился проект Before. Вот расскажи о нем подробно. Да, проект Before. Это платформа, которая объединяет специалистов по перинатальной семейной психологии. И мы работаем с мамами, которые находятся в период декретного отпуска. И это площадка о том, чтобы не потерять свое «я», будущее, ну, мамой. У нас такой есть девиз, что наши дети верят в нас не меньше, чем мы в них. И мне кажется, только счастливая мама может подарить счастье ребенку. Согласна. Да. Ну, а как же все-таки предназначение женщины быть дома, с детьми? Вот есть же, ну, такие стереотипы, да? Ну, на самом деле, мне кажется, это личностный выбор каждого. И мне кажется, если женщина предпочитает сидеть дома, это ее выбор. Но есть такие, ну, в основном это, я наблюдаю, это ребята моего возраста. Мы пытаемся что-то делать, создавать, и оказываемся в таком, скажем так, рамках стереотипов о материнстве. Как должна выглядеть идеальная мама. Плюс социальные сети, которые транслируют некий образ идеальной матери, которому очень сложно соответствовать. Как у тебя был этот период, проходил? То есть ты эти несколько лет ничего не делала, или что у тебя происходит? Нет, нет. Я, на самом деле, за эти несколько лет, я настолько много... Во-первых, у меня было время разобраться в себе, и этот проект также об этом. Это попробовать что-то новое. То есть что этот проект дает мамам? Ну, в принципе, к женщине прикрепляется специалист, который помогает... Ну, он, наверное, о психологии, о разборе в себе. Понять, по какому вектору идти дальше, и как можно использовать это время. Это время, да. Да, которое кажется, что это время, ну, такого некого... Остановки. Остановки. А для меня, мне кажется, этим проектом мы показываем, что это время развития, нового развития. Можно приобрести навыки, может быть, даже новую профессию. Да, можно новую профессию. Повышение... Можно пройти повышение квалификации. Можно... Но нужно знать, что этот период обусловлен некоторыми психологическими ограничениями, элементарными, ну, скажем так, физиологическими, физическими, когда ты не высыпаешься. Ну, элементарно с ребёнком. И мне кажется, что программы, те же повышения квалификации или образовательные программы, должны быть адаптированы под мам именно в этот период. Немножко другой ресурс в этот период времени, да? То есть основной ресурс уходит на малыша, но хочется оставить время и для себя. И важно осознавать, что время для себя, оно намного благотворнее для ребёнка будет в будущем. Потому что счастливая, отдохнувшая мама, она обладает неким ресурсом, которым она может поделиться с ребёнком. И мне кажется, что это очень важно. А мы часто забываем, нам кажется, мы ставим определённые границы, опять-таки, из вот этой, ну, из этих стереотипов о хорошем материнстве. Проект о том, чтобы быть собой. Оставаться собой. Это очень нужно мамам, и я себя вспоминаю. Но у меня был немножко другой период, то есть я даже не заходила в декрет. И это другой опыт. Это тоже очень психологически сложно. Очень важно для мам, вот поддержка специалистов. И вы же ещё будете создавать некое окружение, да? Окружение, да. И на самом деле дальнейший план развития мы хотим делать бизнес-сообщество из мам, которые сидят в декрете. Потому что это такие же профессионалы, которые не теряют свои знания и навык. И это платформа о том, что можно реализоваться в это время. Ты знаешь, есть такая проблема у некоторых мам, когда они боятся выходить из декрета. Им кажется, что они всё забыли, что они утратили свой профессионализм. И страшно сделать вот этот шаг. Первый шаг. И да, именно первый шаг. Мы помогаем сделать первый шаг. Он очень важный. Он кажется, что, да, ну, ничего особенного, а он настолько психологически страшен, ну, то есть важен, да. Нужна поддержка. Нужна поддержка. И важно признаваться себе, что, да, это сейчас может быть сложно. И нужно признавать себе, что я нуждаюсь в помощи, и что я могу позволить себе быть. Да, просить помощь, признать то, что я слабая. Да. Могу быть слабой. Могу быть слабой, да. Да-там. А какие специалисты привлечены в проект? Кто это? Я так понимаю, психологи? Психологи. Перинатальные специалисты? Это психологи, семейные психологи и перинатальные психологи. Перинатальная психология сейчас получает такой особый вектор развития, потому что, ну, сейчас вообще психологические услуги пользуются популярностью. А перинатальная психология – это особый вид психологии, потому что психологи работают не только с мамой, но и с ребенком. И они учитывают физиологические особенности влияния, ну, там, элементарные изменения в организме, которые влияют на восприятие всего, да. На самочувствие восприятия. Гормональные изменения. Это очень важно. То есть в основном это будут психологи, перинатальные психологи? Перинатальные психологи, коучи. Коучи. Да. И перинатальные педагоги. Перинатальная педагогика – это вообще такой интересный вид развития перинатальной психологии. Это влияние полученного материала на внутриутробное развитие, включающий в себя классическую музыку, живопись. Ну, то есть все, что получает мама, все эмоции, она передает малышу. Ну, очень интересно. А каких-то медицинских специалистов будете привлекать? На самом деле у нас все наши психологи, мне очень важна квалификация. Поэтому мы планируем работать с первым медом. И пока, ну, есть определенный пул специалистов, которые… Уже откликнулись. Уже откликнулись, да. И очень важна репутация на самом деле. Психологов. Арина, скажи, вот нас будут смотреть мамочки, да, специалисты. Могут ли они еще попасть в вашу команду? На самом деле у нас проект сейчас находится на… На стадии запуска. На стадии запуска, да. И мы… То есть еще можно… Еще можно, да. Мы нуждаемся. Я даже так скажу, что мы нуждаемся в специалистах. И мы ждем. Это замечательно, интересный проект. Я желаю успеха. Он действительно будет успешен, этот проект, потому что он востребован. Современный мир уже диктует другие требования, да, другие запросы к материнству. И у меня созрел такой вопрос. Мы все-таки с тобой в разных немножко поколениях находимся. Да, я смотрю на молодежь сейчас, на юную, да, молодежь. Это люди до 28 даже лет, до 30. Это все по-другому у вас происходит. Чувствуешь ли ты разницу? Конечно. На самом деле у нас сейчас идет… Ну, в основном люди, с которыми я общаюсь, идет такая тенденция, осознанный отказ от родительства. Потому что люди выбирают путешествия, работу. И с чем это связано, на твой взгляд? Ну, потому что молодые ребята не хотят брать ответственность. И мне кажется, что также появились возможности путешествовать, получать образование. И, опять-таки, наш проект о том, что нет ограничений. Ребенок не ставит ограничения. Вот. Я думаю, что это связано именно с тем, что кажется, что… Да, что ребенок поставит ограничения. И поэтому существует, действительно существует эта проблема. И нашим проектом мы тоже хотим ее поднять и о ней поговорить. То есть ты считаешь, что мамочкам, да, будущим мамочкам молодежи, да, которая планирует беременность, будет проще принять это для себя? Да, да. Мне вообще на самом деле хочется видеть таких родителей, которые настолько получают удовольствие от жизни и могут поделиться с детьми. И я так рада наблюдать за мировым опытом, когда там снимают фильмы и берут детей на съемочную площадку. Да, ребенок — часть жизни. Когда ребенок — часть жизни, да, а не именно остановка. Да. Это очень круто. Это очень, да. Я просто, я когда смотрю такие проекты, я наполняюсь восхищением. И мне хочется принести вот этот опыт к нам. Ты мне рассказывала про один из проектов «Yellow Pencil». Да. Расскажи, очень интересно. На самом деле меня поразил, когда я училась в университете, меня поразил один из проектов, участвующий в конкурсе «Yellow Pencil» молодых талантов, о том, что люди хоронят свои мечты. И это было что-то вроде рекламы, где показано кладбище мечтаний, кем мы хотели стать в детстве и кем мы стали сейчас. И это был очень сильный контент, который произвел на меня такое большое впечатление. И я пыталась найти этот проект в ходе создания проекта «Before». И я не смогла найти. У тебя альтернативная история получается, которая дает как раз мамам надежду. Да, надежду, надежду. Ведь не только надежда, вы же помогаете реализовать. Это реальная помощь. Да, это реальная помощь. И мне кажется, что очень важно понимать, чего ты хочешь от жизни. И только когда ты идешь за своей мечтой, ну я уже повторяюсь, только счастливые родители могут сделать детей счастливыми. Да, потому что сейчас вообще меняется тенденция отношения к жизни, мне кажется. Потому что мы все чаще задумываемся, ради чего мы живем. Да, потому что я так часто вижу успешных людей, которые имеют все, но при этом настолько несчастны. На самом деле я взяла такую роль наблюдателя. Я так много пересмотрела за вот это время судеб. И мне так было интересно смотреть за развитием людей. И, ну, мне так, вселенная, наверное, просто мне открыла доступ к разным, совершенно разным людям в разных индустриях. И я, ну, точнее, выверила свое ощущение счастья. И мне кажется, мне хочется тоже... Тебе уже есть чем делиться. Мне есть чем делиться, да. Ну, в первую очередь я, ну, делюсь со своим ребенком. Потому что для Before я все-таки хочу привлекать специалиста. Специалиста. Да. А ты уже как организатор, как вдохновитель, основатель. Да. Расскажи о своей мечте. О моей мечте? Да. Мечта. Но у меня есть конкретные планы, скажем так. В этом году я хочу реализовать платформу Before. Это важно. Это мой опыт, который я получила. И я считаю, что он не зря был мне послан. И вообще моя мечта, наверное, в коммуникации с миром. И вот эта платформа — это мой опыт, который я могу протранслировать миру. Я его прожила, и я поняла, как я могу вынести из него уроки. И мне хочется создать определенный продукт, который сможет помочь. А вообще меня привлекает все, что связано с трансляцией. Ну, это, наверное, съемки тоже. Это мне интересно. И на ближайшие планы мне бы хотелось до школы, я не знаю, насколько это осуществимо, это сделать серию таких документальных фильмов, когда мы путешествуем с дочерью в разные части света. Мне очень интересны сказки и сказания народные. И мне бы хотелось воспроизвести их. И мне бы хотелось показать дочери, что это, мне кажется, самое высшее образование, когда ты показываешь разные истории людей. И чем больше она впитает за это время до вот этой школьной системы, и чем больше она позволит себе мыслить по-другому, мне кажется, это будет огромным плюсом. Да, ты ей дашь определенный иммунитет. Иммунитет, да. Иммунитет к системе, да. Это круто. Это уже другой совершенно уровень подхода к материнству, в чем я вижу разницу поколений. Поколений, да. Да, все-таки поколение конец 70-х, начало 80-х. Да, мы немножечко еще на стереотипах. Да. И очень прислушивались к тому, что нам говорили родители, бабушки. Да, да, есть определенная, ну, как бы я высказала зашоренность, когда ты мчишься в шорох и проживаешь свою жизнь. Мчишься к педиатру в очередь. А жизнь, она такая, ну, длинная, и в ней существует столько параллельных реальностей. Мы сейчас говорим, а существуют другие страны, другие традиции. Да, да. Где происходит что-то. Совершенно, да. Из ряда вон выходящих. Люди там... В космос летают. В космос летают, да. Арина, безусловно, проект «Выстрелит» — это будет очень крутая история. Какие будут пути реализации? Да, во-первых, мне хотелось... Ну, мы работаем над тем, что мы собираем истории семей, которые вдохновляют. Истории мам, которые... То есть реальные семьи. Да, не вписываются в стереотипы. И это люди, которые позволили себе с рождением детей жить такой же жизнью, как жили до рождения. И своим опытом они показывают, что такое быть счастливыми. И мне кажется, что мы не можем требовать от своих детей чего-то, если мы не являемся... Ну, то есть если мы не представляем из себя этого. Если мы не являемся примером. Не являемся примером, да. И также это пол специалистов, которые будут на нашей платформе, к которым ты можешь обращаться как в режиме онлайн-сессий. Ну, то есть ты можешь бронировать. Также это два курса. Это осознанная беременность. Это когда рассказывают, какие страхи ты... С какими страхами ты можешь встречаться и как с ними, ну, скажем так, справляться. А также это будет программа на послеродовой период, где специалисты объяснят, как справляться со страхами и напряжениями именно в этот момент. И также программа, именно помогающая выйти в социум. Уже самореализация. Да, карьерная адаптация, самореализация. Это тоже будет... То есть три ступени. Три ступени, да. Вот, как мы видим. На будущем также хотелось сделать онлайн-пространство, да, это бизнес коммуникации, и заводить интересные проекты, рождать идеи, и в режиме онлайн попробовать под управлением коучей это все реализовывать. Да, да, да. Мы же уже начали с тобой говорить о том, что каждая мама является специалистом. И специалистом, да. И это ведь может быть международного масштаба. Международного, да. Мне бы хотелось. Мне бы хотелось. Также это отличное время для коммуникации, потому что все мы в этом положении, мы все равны, скажем так. И можно принимать опыт из других стран и как-то помогать. Мне кажется, именно женщины в этот период, они понимают, что сами нуждаются в помощи и готовы этой помощью делиться. И мне кажется, это очень интересное направление. И ведь мамы могут создавать какие-то проекты в онлайн, в офлайн, неважно, да? В онлайн, в офлайн, совместно, да. И проекты, естественно, будут адаптированы под этот период. То есть такие, скажем так, осторожные проекты. Не требующие глобального ресурса. Но, тем не менее, это первый шаг, и это интересный опыт. И ты чувствуешь, что ты не одинока. Ведь вот эта взаимопомощь рождает определенный такой совершенно новый ресурс. Здорово. Здорово. И это действительно то, что сейчас нужно. Нужно, да. Арина, я знаю, что у тебя есть еще дополнение к твоему проекту. Это терапия с шедеврами. Мы сделали такую программу терапии с шедеврами. Мы выбрали из всей истории мировой живописи самые интересные полотна, которые не только интересны по своему содержанию, но также имеют гармонизирующий, скажем так, эффект. Цветовой спектр. Цветовой спектр, да. И в изучении, в процессе изучения женщина как бы приходит к себе. И это некая коммуникация с малышом. Такие программы о наслаждении в этот период. Потому что это особое время, когда ты можешь находить такие интересные увлечения для себя, как изучение истории искусств, как классическая музыка, которые не только являются интересным, да, дополнительным хобби, скажем так, но и влияют на развитие, внутриотропное развитие малыша. То есть ты совместила психологию и искусство? Психологию, искусство и классическую музыку. И я просто сама интуитивно, когда я была беременна, я слушала классическую музыку, и я ходила в музеи и посещала театры. Мне хотелось интуитивно «Женщина тянется к прекрасному». А мы создали такую программу, которая показывает, как это должно... Но это некий вектор, по которому мы ведем. Существуют такие программы. Есть программы, например, в Русском музее. Очень интересная. «Красоту познаем до рождения». Я рекомендую. Но у нас есть своя уникальность, потому что мы изучаем не только живопись, но мы добавляем эффект классической музыки. И также... И нет привязки к конкретному пространству, куда нужно приходить регулярно. Да, регулярно. То есть это могут быть разные площадки. Площадки, да. И это интересно. И мне бы хотелось более, скажем так, глубокого изучения. Потому что не всегда хватает времени и ресурса, но это очень интересное направление. И мне кажется, оно также может работать в мировом масштабе. Ну, ты вообще глобально мыслишь. Мне бы хотелось... Ну, мне бы хотелось, чтобы... Да. Но всегда проект Before о том, как сделать первый шаг. Да. И мне кажется, за каждым глобальным проектом, если не проходит вот этот первый шаг, чтобы сделать первый шаг к реализации проекта, мне пришлось пройти просто грандиозную работу. И я благодарна людям, которые... Ну, вот, действительно, когда ты что-то хочешь, появляются люди, которые тебя ведут, скажем так. И открываются какие-то возможности, которые... Да, тебе казалось, что это... Даже мое нахождение здесь. Мне казалось, что это совершенно... Что-то такое из ряда вон выходящее. И я здесь рассказываю о проектах. Хотя какое-то время назад я сидела дома и просто писала терапию, ну, даже шедеврами и истории искусства детей. Лишь только потому, что мне нужно было чем-то заниматься и свои знания найти, и применение им. Хотя сейчас я хочу подарить это ощущение мамам. Это абсолютно живые проекты, которые наполнены тобой, твоей энергией, твоим ресурсом. Да, и много людей вовлечено. И я рада, что я благодарна своей команде. Да, я не одна. Это все... Без моей команды я бы не смогла сделать вот этот вот первый шаг, наверное, к реализации. Да, да, так и ими. И я благодарна, что есть люди, которые помогают на каждом этапе. И очень важно проект Before об этом, что когда ты говоришь, что ты можешь. И, ну, может быть, не быстро. Может быть, это будет сложнее, чем вне, ну, такого положения, да, скажем так, декретного отпуска. Вот. Но все возможно, и нужна просто поддержка. Вот и все. Что бы ты пожелала мамочкам в декрете? В декрете. Ну, наверное, я, да, я желаю побольше отдыхать. Вот. И, да, наверное, позволять себе быть слабой, чтобы потом найти ресурс для достижения определенных целей. Ресурс для того, чтобы быть сильными. И мне кажется, что мы, я надеюсь, что объединившись вот в этом ресурсе платформы, мы сможем помочь друг другу и дать какую-то новую энергию, да. Так что я верю в каждую из мам. И я желаю, чтобы мы не боялись мечтать по такому масштабному, а мы своим проектом просто поможем сделать первый шаг. Потому что первый шаг, он самый такой сложный. Он первый, маленький, но самый сложный. Круто. Это было замечательное, позитивное интервью. С нами была Арина Кошкина, Алиса Юркова и программа «Реальная любовь». До новых встреч. Пока-пока. Спасибо.